Варваре Павловне только что минул 17-й год, когда она вышла из Эннского института, где считалась, если не первой красавицей, то уж, наверное, первой умницей и лучшую музыкантшей. Ей еще 19-ти лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз. Он и дрожал, и горел, и ноги подкашивались у него, когда Михалевич, почти единственный знакомый Лаврецкого во всей Москве, ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьяных и представил хозяева. Что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенна, ласкова, что любой в ее присутствии в тот час чувствовал себя как бы дома, притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, веяло тонкой, едва уловимой негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, и уже, конечно, возбуждало не глупость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление. Она тотчас сама заговорила о Мачалове и не ограничилась одними всклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски проницательных замечаний насчет их игры. Михалевич упомянул о музыке. Она, не чинясь, села за фортепиано и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. С того дня Лаврецкий часто стал ходить к коробьям. Полгода спустя он объяснился Варваре Пауле и предложил ей свою руку. Предложение его было принято. Варваре Пауле, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение его признание сохранила обычное спокойствие и ясность души, и Варваре Пауле хорошо было известно, что жених ее богат. Итак, предложение ее было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет. Кто же выходит замуж за студента? Да и что это за странная мысль? Помещику. Богатого в 26 лет брать уроки, как школьнику. Во-вторых, Варвара Павловна сама взяла на себя труд заказать и закупить приданное, выбрать даже жениховые подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту. Умение доставлять себе этот комфорт. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как Рокза, и так же, скоро и ловко, как в Петербурге, она сумела свить себе гнездышко. Не прошло и недели, как она уже перебиралась через улицу, носила шаль, надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки, да и знакомыми она вскоре обзавелась. Правда, сперва к ней ездили одни русские, но вскоре стали появляться и французы. Весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями. Все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза, белые зубы сверкали у всех под розовыми губами. И как они умели улыбаться! Уже тогда появился в салоне Варвары Пауны некто месье Жюль, неблаговидный наружности господин со скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот месье Жюль был очень противен Варваре Пауне, но она его принимала, поскольку он подписывал в газетках и беспрестанно упоминал о ней, и называя ее Мадам де Лаврецкий. Рассказывал всему сверху, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до Мадам де Лаврецкий, как эта дама, настоящая улыбная француженка, мила и любезна, какая она удивительная музыкантша, и как она восхитительно вальсирует. А Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за края своей легкой, убавающей одеждой. Федор Иванович со своей стороны не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах. Тяжела, потому что пуста. Я не теряю времени, думала он. Нет, все это полезно, но к следующей зиме надо бы непременно вернуться в Россию и приняться за дело. Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело, и бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию, к зиме. Неожиданный случай разрушил все его планы. Войдя однажды в отсутствие Варвары Павловны в ее кабинет, Лаврецкий увидал на полу маленькую, но тщательно сложенную бумажку. Он машинально поднял ее, машинально развернул и прочел следующее, написанное на французском языке. «Милый ангел Бетси, я никак не решаюсь назвать тебя Варвара. Я напрасно прождал тебя на углу бульвара. Приходи завтра в половине второго на нашу квартирку. Тысяча поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя, Эрнест». Лаврецкий не сразу понял, что же такое он прочел. Он прочел во второй раз. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение. Он обезумел. Он так слепо доверял своей жене, что возможность обмана и смены никогда не представлялась его мысль. Лаврецкий все стоял. Сердце его мучительно сжималось, и ему казалось, что он падал, 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 и конца не было. Знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения. Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон. Он почувствовал, что в это самое мгновение он был в состоянии истерзать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотела остановить его, он мог только прошептать «Петси!» И выбежал из дома. Лаврецкий взял карету и велел везти себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками. Он то безумствовал, то и мы становились как будто бы смешно, да даже как будто весело. Утром он прозяб, зашел в загородный дреной трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Он сидел, глядел и ничего не понимал. Не понимал, что же такое с ним случилось, отчего он очутился один, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате. Он не понимал, что же заставило ее отдаться этому французу. И как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему ласковой и доверчивой с ней? Лаврецкий вернулся, наконец, в Париж. Остановился в гостинице и послал Варваре Павловне записку господина Эрнеста со следующей письмой. Прилагаемая бумажка вам объяснит все. Кстати, скажу вам, что я не узнал вас. Вы такая всегда аккуратная, а роняете такие важные бумаги. Я не желаю вас больше видеть. Полагаю, что и вы не должны ждать свидания со мной. Назначаю вам 15 тысяч франков в год. Больше дать не могу. Живите, как хотите, где хотите. Желаю вам счастья, ответа не нужно. Лаврецкий написал жене, что он не нуждается в ответе, но он ждал, он жаждал ответа, объяснения этого непонятного, непостижимого тела. Три дня спустя его уже не было в Париже, но он поехал не в Россию, как располагал, а в Италию. Он и сам в сущности не знал, почему выбрал именно Италию. Ему было все равно, куда бы ехать, лишь бы не домой. Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женой. Иногда такая его брала тоска по жене, что он, пожалуй, все бы отдал, даже, казалось, простил бы ее, лишь бы с ногу услышать ее ласковый голос, снова почувствовать ее руку в своей руке. Из газет он узнал, что она из Парижа поехала, как и располагала в Баду. Затем он узнал, что у него родилась дочь. А потом стали ходить все более и более дурные слухи. Наконец, с шумом пронеслась по всем журналам трагикомическая история, в которой жена его играла незавидную роль, все было кончено. Варвара Павловна стала известностью. Лаврецкий перестал следить за ней, но нескоро смог с собой усладить. Он вообще стал очень равнодушен ко всему премию.